Можете, здравствуйте, можете поднять руки, тут какой-то фон, можете поднять руки у кого есть крипта, кто покупал крипту, хорошо, можете, не опускайте, не опускайте, хорошо, у кого есть больше 10 биткоинов, оставьте руки, о, я раз, два, три, четыре, смотрите, у кого есть больше 100 эфиров, нету, да, хорошо, то есть у большинства из вас есть крипта, у меня сегодня презентация о том, как найти криптоинвестора, потому что где-то почти с год я занимаюсь маркетингом для блокчейн проектов, для ICO проектов и я сделаю overview такое о том, что интересует интернет, там майнинг по географии, где майнинга больше, где ICO больше, я расскажу о том, вот об этом чек-листе, в конце я дам ссылку, как, где его скачать, если вы выбираете ICO или создаете ICO, то мы сделали чек-лист, который поможет вам сделать грамотный проект и я расскажу еще немножко о том, как делать маркетинг для ICO. У нас больше 7 проектов, суммарно там в зависимости от крипты, сколько она стоит, больше 10 миллионов долларов, мы помогли, да, мы не собрали, мы помогли собрать для развития проектов. Большая команда занимается крипт-маркетингом для блокчейна больше 20 человек. Вот так вот мы делали выборку, вот так вот примерно делится сейчас в принципе спрос в интернете на 5 таких зон. Первое это ICO, вот они больше будем говорить, майнинг, эксченджи, криптокарнси, то есть купить биткоин, например, купить эфир, ну и блокчейн, базовые вопросы. Смотрите, главный маркетолог во всем этом процессе это биткоин. Чем больше новостей о биткоине вы видите, тем по сути это коррелирует с курсом биткоина. То есть больше курс биткоина, больше интереса. Как только курс биткоина падает, это спрос, там один график это курс биткоина, другой график это спрос в интернете, то это очень взаимосвязанные вещи. То есть биткоин это главный маркетолог вообще во всей этой истории. Майнинг, например, более, вот видно вообще, видно вообще график или прокомментировать? Поднимите руку, кому видно. Хорошо. Смотрите, ну, во-первых, Соединенные Штаты это всегда большой рынок, если вы хотите, например, идти на ICO. Но вот если конкретно о майнинге, то скорее майнинг интересен для стран Азии. Вот видите, Индия, Индонезия, Филиппины и так далее. Когда ICO, если вы хотите делать ICO, например, то это рынок Штатов, если вы можете, конечно, оттуда принимать. И это скорее Европа. Это то, как сейчас распределяется интерес и где стоит больше внимания в плане маркетинга, в плане онлайн маркетинга уделять. Я расскажу о исследовании, которое мы сделали, потому что год назад мы не очень хорошо понимали, кто такой инвестор в ICO. Это было исследование на биткоин толке, на фейсбуке, в чат-группах и так далее. Там больше, чем 100 ответов сейчас на самом деле. То есть это качественное исследование. Мы хотели понять, сколько лет в среднем инвестору. И это от 18 до 35, то есть вы должны таргетироваться на такую аудиторию. Скорее всего, инвестор работает, ассоциирует себя с IT. То есть он, скорее всего, кто-то, не знаю кто, или трейдер, ну трейдер это, правда, не IT, или программист. То есть инвестор в ICO, скорее всего, ассоциирует себя в IT. Как вы думаете, зависит ли сумма вклада от профессии? Кто из вас думает, что зависит сумма вклада от профессии? Поднимите руки, пожалуйста. А кто думает, что не зависит другую руку, левую руку? Поднимите. Ну, в принципе, я так вижу, что пополам где-то. На самом деле зависит только зеленый график. Это те люди, которые ассоциируют себя с IT. Готовы были в рамках нашего исследования вкладывать больше 10 тысяч долларов в ICO. То есть вы должны понимать, что трафика можно много привести, но вкладывать будут только определенные типажи, скажем так, слайсы. Какая сумма вклада? Мы видим сейчас, что вот прям сегодня непонятно, какая сумма вклада, потому что у нас идут активные проекты, и мы видим какие-то очень разбросанные цифры. Но по опыту средняя сумма инвестиций где-то 800 долларов. Из России, из Украины сумма инвестиций где-то может быть 50 долларов, а то и 10-20 долларов. То есть в среднем инвестор закидывает где-то 800 долларов. Как вы думаете, чего боятся инвесторы в ICO? Скама, да? Я слышал несколько вариантов, но, по-моему, скама было больше, и действительно да. Ну, знаете, да, что такое скам? Скам – это обман. В принципе, скам – это обман скорее сознания, чем технологически. Скорее всего, не знаю, подмена сайта, подмена кошелька, подмена там или взлома контракта. Но скам – это то, чего боятся инвесторы в ICO. И, по сути, весь маркетинг для ICO направлен на то, чтобы показать, что вы реальны, и вы не будете обманывать. Это добрая половина маркетинга, который вам нужно сделать, чтобы провести ICO, показать, что у вас есть какой-то пруф. И вот большое, это, второй большой, я имею в виду, это отсутствие заработка. Ну, если вы инвестируете в ICO, то, скорее всего, вы хотите спекулировать. И это отсутствие заработка. И как они пытаются избежать рисков? Почитайте. Как инвесторы пытаются избежать рисков? В принципе, никак, да, то есть ждать, надеяться. И у всех есть чек-лист, который проверяет каким-то образом. Один показатель, три показателя, там у фондов больше показателей, у частного инвестора меньше показателей. Один из таких чек-листов можно будет получить в конце презентации. Дам ссылку. Ну и главная цель для инвестирования – это спекуляция. Как посчитать ROI от каналов? Я вот для себя вывел трехшаговую модель. Тут первый шаг – это awareness, то есть создание какого-то знания о проекте. Не знаю, год назад, даже два года назад, мне рассказывали, что проекты собирали буквально за несколько недель деньги. Сейчас там это проекты в полгода, чтобы выстроить какое-то знание. И тут есть целая группа разных инструментов. Там YouTube – это трафик, это PR, это трекеры, так называемые airdrop, которые очень хорошо работают. Второе – это consideration. Тут неправильно, тут investment consideration. То есть второй шаг. Просто после того, как вы сделали узнаваемость, вы должны заставить инвестора добавить ваш проект в его шорт-лист для инвестиций. И тут очень хорошо работает FOMO, о котором на круглом столе говорили. Это fear of missing out, то есть страх не получить что-то, да, но не получить, не попасть в следующий проект, который будет расти, например. И тут используются разные вещи. Например, там разные стейджи, когда скидка уменьшается с количеством токенов, или у нас были разные проекты, и скидки, уменьшающиеся при продаже токенов, и по времени скидки, которые сгорают. Это очень классно. Ну, вот вы, наверное, ну, кто из вас на сайтах ICO был, чтобы я просто понимал? Ну, окей, да, то есть 60%. И на каждом практически сайте сейчас вы видите такой скролл, который показывает, сколько денег там или эфиров, или долларов, да, видели на каждом из сайтов. И что происходит? То есть инвестор зашел, посмотрел, думает, вернулся через день, например, сумма увеличилась, или в Телеграме стало больше подписчиков. То есть люди, ну, думают, инвестировать или нет. И вот эти вот маленькие детали очень для них важны. И, ну, и непосредственно шаг инвестиции. У нас неплохо работает, например, такая штука, как AMA Sessions. Что это такое? Это Ask Me Anything, когда кто-то из команды отвечает на вопросы комьюнити. Например, его можно сделать в Фейсбуке, лайвом сделать. Фейсбук не банит то, что вы сделаете такой лайв. И происходит это просто в режиме реал тайм. В чате, в чате фейсбучном люди спрашивают вопросы о проекте, SEO отвечает. Это очень хорошо увеличивает доверие, и люди начинают инвестировать. Рекламные системы. Ну, слышали, да, что Фейсбук банит крипто все эти проекты? Наверное, знаете, Google банит. На самом деле есть способы это обходить. Самый банальный и простой способ это обойти. Вы создаете второй просто сайт, который описывает не ваш токен сейл, ну, не проект крауд-компании, а просто продукт. То есть вы приземляете трафик на сайт о вашем продукте и перенаправляете через какие-то поп-апы или через кнопки на сайт токен сейла. То есть Фейсбук, в принципе, такое пропускает. Когда-то Инстаграм работал. Твиттер работал. Все это сейчас, к сожалению, не работает. Сегодня работает такой большой микс всех каналов, которые только можно найти. В том числе AirDrop, в том числе ICO листинги, в том числе PR размещения, в том числе YouTube обзорщики. Я бы вам, если бы у вас была такая задача заниматься ICO-маркетингом, я бы вам порекомендовал начать с вот этих тайеров. Тайер это как бы круг, да, ну, ряд стран, которые мы видим из проекта в проект, что они инвестируют. Для, понятное дело, вон, видите, в первом ряду есть там на девятом месте Южная Корея, например. Понятное дело, что Южная Корея очень плохо говорит по-английски. И если вы хотите туда идти, то вам нужно сделать полную трансляцию. Сайта-трансляцию, ну, на корейский, white paper, one-pager, всего-всего-всего-всего. И в том числе, может быть, придется сделать отдельную группу Telegram, например, которые разговаривают по-корейски, потому что, ну, они не говорят по-английски. И так далее, да, то есть, например, на испанский и так далее. Все это потребует перевода, хорошего перевода с вычиткой, с proofreading от native speakers, то есть от людей, которые говорят там на родном, например, испанском языке. Вам, если вы хотите начать, то вы можете выбрать вот эти 10 стран просто как таргетинг, но на английском языке. И если вы увидите, что есть действительно движение, есть подписки, есть инвестиции, то тогда переводить на все локальные языки полностью все ваши документы. Это долго, сложно, но это делать придется. И потом, когда вы это сделали для первого круга стран, идите вот во второй круг стран, ну, и дальше расширяйтесь. Дальше вы можете только тест там смотреть. Вот эти вот 10 стран, они всегда инвестируют. Есть несколько тоже сайтов, которые мы уже пробовали несколько раз, которые всегда работают. ICO Bench, например, который стоит там сейчас 7 биткоинов где-то, он всегда работает. Crypto Compare, в которой есть база на полмиллиона имейлов, которая стоит 50 тысяч долларов сегодня, на вчера. Это тоже работает и так далее. Вот можете просто сфоткать эти списки сайтов, которые были проверены. Это очень сложно, потому что это требует денег, времени, чтобы проверить все эти проекты. Ну, вы можете как бы, ну, мы попробовали, у нас получилось. У вас получится или нет, я не знаю, но стоит попробовать. 7,7. Да, то есть вообще во всем этом, там, за прошедшие полгода самый главный вопрос у меня всегда был, как думает инвестор. Я вывел для себя правило. 7,7. 7,7 это не 49. 7,7 это 7 касаний и 7 дней. Вот для того, чтобы получить инвестицию от краудинвестора, ну, не от пула, не от какого-то там миллиона долларов, где заходит сразу же, ну, там, тысячу долларов средний чек. Человеку нужно 7 касаний, примерно 7 раз открыть сайт, посмотреть, мы видим это из аналитики, и где-то 7 дней. Ну, это может быть и 12 дней, там, и 8 касаний и так далее, но ядро это 7,7. Были, например, случаи, когда человек заходил 12 раз, 48 дней, ждал, думал и закидывал там порядка 200 эфиров. То есть очень длинный цикл принятия решения. И поэтому в процессе всего вашего проекта вы должны быть активны в плане маркетинга. Постоянные новости, постоянное интервью, постоянный какой-то шум, пока вы не наберете массу, которая называется, в принципе, хайпом. Да, пока вы не наберете эту массу. Ее очень сложно набрать, ее нужно очень много инвестировать энергии, денег, и это нужно делать будет каждый день. Как нужно продвигаться проекта? Как вы думаете, что там на горочке происходило? Можно ваше внимание? Посмотрите на график, пожалуйста. Как вы думаете, что там на горочке происходило? Что это был за день? iForum? Смотрите, вот это в пике, это первый день сейла. Это, правда, был проект, ну, уже месяца три назад, но это то, что вы должны делать и выстраивать вашу собственную стратегию. В первый день сейла обычно приходят самые большие инвестиции. То есть вы должны максимум внимания отдать подготовке к самому началу, потому что в самом начале вы даете обычно самые большие скидки. На самые большие скидки приходят достаточно много инвесторов. И всю подготовку, которую вы делаете, например, три месяца вы делаете, полгода делаете, вы должны вот так вот сводить, это скейншот по трафику из Google Analytics на одном из проектов, вы должны сводить вот этот вот один день. Почему? Ну, вот так вот конверсия меняется в открытие продаж, там суммарная по сайту, она вырастает. Почему? Потому что потом, вот, да, вот видно, что дальше происходит, кликер у меня видно, дальше происходит падение и плато. Потом люди купили и они ждут. Ждут, 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 ждут. Вам может показаться, что ничего не происходит, никто не хочет инвестировать. Но нет, ну, вот было уже несколько проектов, ровно с такой динамикой, когда открытие продаж, продали много, потом ничего не продаем. Вы просто должны быть к этому готовы и все равно продолжать активничать. Не надо расстраиваться. Ну, так вот почему-то думают инвесторы, да, так происходят инвестиции. Маленький такой лайфхак. Партнерство. Планируйте в вашей стратегии партнерство, потому что вот это пик как раз объявления о партнерстве, когда транзакции растут, конверсия растет. То есть когда вы берете какой-то большой проект, который на рынке уже существует, вы договариваетесь с ним на каких-то условиях. И он говорит, да, теперь вот мы партнеры с вот этим начинающим проектом, который вы делаете, да, ICO вы делаете, можете ему доверять. И отправляет имейл по своей базе, там, например, токены там бесплатные отправляет. Таким образом аудитория как бы с этого проекта переходит к вам. Партнерство – это реальные скриншоты. Они работают. И, знаете, вот такой вот надоедающий поп-ап, когда вы зашли на сайт, что-то смотрите, смотрите, раз хотите уйти, и там поп-ап. У кого такое было? Заходите на сайт, ну, неважно, смотрите, когда мышку начинаете уводить, то поп-ап открывается. Никому это не нравится, но это такой маленький, да, одно из маленьких вещей, которые можно сделать, но оно тоже работает. Это дает порядка 10% конверсию в вашу имейл-базу подписную. То есть пробуйте. Это тоже работает. Экзит-поп-ап так называемый. У меня все. У меня минута 40 осталось. Я обещал. Это чек-лист. Вот вы можете сфотографировать, но в принципе, наверное, вы можете просто подойти ко мне. Я где-то вот буду там, где сейчас Артур стоит, да, и дать визитку или имейлы, или взять мою визитку и написать мне, чтобы я прислал эту презентацию. И вот по этой ссылке порядка 10 или 9 блоков команды, технологии, идеи и так далее. И в каждом подпункте есть вещи, на которые стоит обратить внимание для того, чтобы сделать оценку либо вашего ICO, либо ICO, в который вы хотите проинвестировать. Помните, в исследовании там у каждого инвестора есть свой собственный чек-лист. Это просто один из примеров чек-листов, который может, поможет вам разобраться в том, хорошее ICO или не очень. У меня все. Вот это вот я такой вот. Вы в фейсбуке можете добавляться, давайте дружить. Можете писать мне в принципе в фейсбук. Я, наверное, там с какой-то задержкой тоже отправлю эту ссылку на чек-лист. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!